Итак, Иисус умер на кресте. Иисус умер на кресте. Мы можем точно знать, мы можем точно полагаться, что такой человек существовал, и этот человек достаточно был богат, и он достаточно был уважаем. Он приходит к Пилату и просит у него тело Иисуса. Вот тогда Пилат приказал отдать тело. Согласно римскому установлению, умерший на кресте должен был в устрашении всем остальным находиться еще там какое-то время. Но с Иисусом был особенный случай. Кроме всего прочего, поскольку распят был иудей, согласно иудейской традиции или тому, что было заповедовано на вторе, нельзя было оставаться на кресте или проклять всякий, висящий на древе, на празднике. Поэтому для евреев было очень важно снять Иисуса с креста. Но тут была особая ситуация, надо было обратиться к Пилату за конкретным разрешением. Поэтому Иосиф, как уважаемый человек, приходит, получает подобное разрешение. Я еще раз хочу сказать, для Пилата было не совсем понятно, какое преступление совершает Иисус. Он находился в ситуации, при которой, с одной стороны, следуя указаниям из Рима, а Пилат был далеко не самым способным и не самым политически лояльным для иудеев прокуратором. То есть, с одной стороны, он был преданным Риму человеком, хотя его подозревали и во взяточничестве, и в жестокости. С другой стороны, именно из-за того, что ему не хотелось нарушать размеренное течение своей жизни, ему не хотелось спорить и с первосвященниками. Но ему было абсолютно далеко и безразлично, что там иудеи решают по поводу своих религиозных дел. Поэтому, когда к нему приходит Иосиф и просит тела, он не видит никаких серьезных проблем, чтобы отдать тело еще одного бунтовщика, который от одной безумной идеи верит в одного Бога. Кстати, римляне называли евреев атеистами, по иронии судьбы, атеист обозначает безбожник. Естественно, с точки зрения римлян, всякий еврей, который веровал в одного Бога, не сможет или не может равняться по степени своей религиозности с римлянами, которые поклонялись целому большому пантеону богов. Поэтому он разрешает, дает разрешение на то, чтобы снять тело с креста. Иосиф, говорит Писание, взял тело и обвил его плащаницу, то есть обвил его специальным, приготовленным для погребения чистым материалом и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Итак, Иисуса снимают с креста, кладут в эту могилу. Здесь, в этом желобе, есть круглый камень, который Иосиф, говорит Писание, один в состоянии закатить, хотя, конечно, он мог весить пару тонн. Но суть в том, что поскольку этот камень был крутящийся, дверь в этот гроб закрывалась и удалился. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи Пилату. И они говорят ему, господин, мы вспомнили, что обманщик тот, кстати говоря, в Талмуде, в некоторых местах, буквально в двух местах, написано, что с точки зрения Талмуда Иисус был именно таким обманщиком и колдуном. Поэтому нет ничего неудивительного, что именно этот термин используют здесь первосвященники и саддукеи, и фарисеи, когда они приходят к Пилату. Они говорят, господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал, что после трех дней воскреснул. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, пройдя ночью, не украли его, не сказали народу, воскрес из мертвых. И будет последний обман хуже первого. Надо понимать, что здесь происходит. Когда пришли бы, предположим, только фарисеи, это было бы понятно. Потому что с точки зрения фарисеев воскресение из мертвых в принципе возможно. С точки зрения саддукеев это стопроцентный обман. Но здесь, дабы не сеять дополнительного раздора, они соглашаются на том, что на всякий случай будет здорово, если они выставят стражу. Они приходят к Пилату. Пилат, видимо, опять-таки недоумевает, но он озабочен одной идеей. Дабы не было бунтов. Поэтому Пилат сказал им, имейте стражу, пойдите, охраняйте, как знаете. То есть он не препятствует. И Писание говорит, они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печаль. Матфей продолжает. По пришествии же субботы, то есть суббота прошла, на рассвете первого дня недели пришла Мария, Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. Давайте определимся со временем. Итак, Писание говорит по прошествии же субботы. То есть суббота начинается в пятницу вечером. Согласно еврейскому писанию, первая книга Библии, Бытие, глава первая, написано, что когда Господь творил мир, Писание говорит, и был вечер, было утро, день один или день первый, день второй. Дни недели так и называются на иврите, нет ни воскресенья, ни понедельника, ни вторника, ни сады. Есть йом-эхат, йом-ши-ни, йом-шли-ши, йом-рави-и. День первый, день второй, день третий, день четвертый. Итак, Писание говорит, что был вечер, было утро. То есть день начинается с вечера. Поэтому, когда говорится по прошествии же субботы, суббота не заканчивается в полночь субботы. И тем более воскресенье не начинается воскресенье утром. Субботний день заканчивается с закатом солнца в субботу. И сразу же немедленно в субботу вечером начинается то, что мы называем первым днем недели или воскресенье. Кстати, мы находим в новозаветных писаниях греки, не знали, как назвать это время. Это вроде была бы уже не суббота, но еще и не воскресенье. Поэтому греки называют это время или это день недели, суббота вечер, называют его саботон. Что и не суббота, но еще не воскресенье. В русском тексте и в английских текстах очень часто это переводят как первый день недели. Хотя это не совсем точно. Почему не первый день недели воскресенья? По той простой причине, когда Павел говорит, что евреи собирались верующие в первый день недели. Это не было воскресенье утром. Это было суббота вечером. В субботу не могли, в субботу нельзя было собирать пожертвования, потому что Тора запрещает, или традиция, вытекающая из Торы того времени, запрещала собирать деньги и переносить их отсюда. Первые собрания были в ознаменовании воскресенья Иисуса в субботу вечером, или в вечер субботы на воскресенье. И Писание говорит, что на рассвете первого дня недели. Первый день недели это с субботы на воскресенье. В это время в Израиле рассветы наступают достаточно рано, в 4 часа утра. Еще не рассвет, но к 5 часам утра вполне возможно. То есть Мария там, и это уже ночь субботы на воскресенье. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень в вере гроба и сидел на нем. Еще одну вещь я хочу сказать. Иисус в свое время говорит, что не будет вам никакого знамения, кроме знамения Ионы Пророка. И Он должен был пробыть по всем представлениям, то, как мы сегодня представляем, и то, как мы интерпретируем эту ситуацию. Три дня и три ночи имеется в виду 72 часа. Однако самые элементарные подсчеты подсказывают, что о 72 часах не могло быть никакой речи. Если предположить, что Иисус умер перед наступлением субботы, то есть в пятницу вечером, Он пробыл с пятницы по субботу вечером, предположим, сутки, и еще несколько часов до наступления воскресенья. И тогда возникает вопрос, о каком же буквальном исполнении пророчества может идти речь. Суть состоит в следующем, что мы не всегда понимаем, что значит в иудейских писаниях три дня. Когда евреи приходят к горе Синай, они получают там тору. И Писание говорит, что это было в третий месяц. Однако в иудаизме принято именно в этот день праздновать праздник Пятидесятницы. И считается, что на праздник Пятидесятницы народу Израиля была дана тора. Но если мы попытаемся подсчитать элементарно, то после праздника Пасхи праздник Пятидесятницы наступает через 7 недель, то есть через 49 дней. Евреи это прекрасно знают. И тем не менее, они соотносят слова Писания на третий месяц к 49 дней. 49 дней никак не может быть третий месяц, даже по иудейскому месячному исчислению, когда в месяце может быть 28 дней. Откуда же третий месяц? Так вот, согласно иудейскому представлению о времени, даже одна минута первого месяца, целый месяц второй и одна минута третьего месяца говорят о трех месяцах. Поэтому на третий месяц обозначает, что вы должны были затронуть часть одного месяца, полностью средний и последующий. Отсюда три, и они говорят на третий месяц. То же самое мы имеем с Иисусом. Часть дня предшествующего суббота, то есть пятница, целый день суббота и ночь между субботой на воскресенье полностью абсолютно согласуются с иудейским представлением о трех днях. Поэтому, когда Мария приходит на третий день, для нее не существуют проблемы в том, что подобное пророчество исполняется. Писание говорит, что сделалось великое землетрясение, «И был ангел, и вид у него был страшный, и вид его был как молния, и одежда его бела как снег. И устрашились его стерегущие, пришли в трепет и стали как мертвы». То есть стража, хоть и не была обезоружена, она была абсолютно бездействована. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его здесь нет, здесь его нет». Он воскрес, как сказал, «Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь. Пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых, и предваряет вас Галилея, и там Его увидите, вот Я сказал вам». И выйдя поспешно из этого гроба, они со страхами и радостью великой побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам, вот Иисус встретил их и сказал, «Радуйтесь», и они, приступив, ухватились за ноги и поклонились Ему. И говорит им Иисус, «Не бойтесь, пойдите и возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня». В это время, когда они шли, то некоторые из стражей, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И они, собравшись со старейшинами, сделав совещание, довольно денег дали воинам. И сказали, «Не скажите, что ученики Его, пройдя ночью, украли, когда мы спали, и если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим Его, и вас от неприятностей избавив». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. На самом деле, до сегодняшнего дня между иудеями есть слово, что Иисус был украден оттуда. Однако, в чем причина? Когда приходят к стражнике, приходят к еврейским религиозным старшинам, у них тоже очень серьезная дилемма. То есть, согласно римским законам, они должны были быть преданы смерти, если они упустили Иисуса. С другой стороны, они не идут поэтому к Пилату, они идут к раввинам, к первосвященникам, чтобы те могли что-либо придумать. А для тех тоже дилемма. Сказать, что Иисус воскрес невозможно, значит, надо сказать, что Его украли. Но если Его украли, тогда солдатам неминуемо грозит смерть от руки Пилата. Тогда они находят так называемое Соломоново решение. Они говорят, не говорите об этом римлянам, распустите слух между иудеями. Таким образом убиваются два зайца, не знает Пилат, и даже деньги им дают с определенным страхом, риском для этих солдат, чтобы сказать, что Иисус был украден. Однако тут есть еще одна проблема, с которой мы должны иметь дело. Если на самом деле Иисус был украден учениками, то трудно себе представить, что они были готовы идти на смерть ради собственной выдумки. С другой стороны, если Он не был украден, то тогда одно из двух, или вся эта история обман, или Он на самом деле воскрес. Мы знаем в дальнейшем, что в двух разных Евангелиях, у Марка и у Луки, есть, казалось бы, противоречие. В одном говорится об одном ангеле, в другом говорится о двух ангелов. Но я думаю, что они просто проследуют разные цели. Ангел, который сидит, возвещает, говорит, что Его здесь нету, Он воскрес, и это благая весть. А Мария пытается, когда она приходит во второй раз, коснуться Иисуса, но Иисус не позволяет ей. Он говорит, рано еще, я еще не вошел к Отцу своему. Тут есть два возможных варианта, оба они представляются с моей точки зрения, и иудейской точки зрения, весьма интересны. Слово, которое есть в греческом языке, когда Фома касался Иисуса, Иисус позволил ему, очень отличается от того слова, которое есть здесь. В случае с Фомой, Фома просил коснуться только тела Иисуса. В случае с Марией, греческое слово, которое стоит там, оно предполагает не просто коснуться, а удержать, не пускать, обнять. И этого Иисус не допускает. Почему? Потому что Ему надобно еще быть со своим Отцом. Это одна версия. И она очень интересная версия. С другой стороны, мы знаем, что когда первосвященник приходил в святая святых, он постоянно менял одежду. Он приходил в цветной одежде, потом омывался, разоблачался в белой одежде, снимал еще одну одежду, оставался в одной нижней белой одежде. И когда заканчивалось служение после очередного омывения, он опять одевал цветную одежду. И это был как бы прообраз, про который говорит Иисус. Здесь же в данном случае Иисус, когда вышел, написано, что пелены там лежали. Но, в отличие от Лазареса, с которого развязали с него пелены, здесь Иисуса никто не мог развязать. То есть, когда они вошли, пелены там лежали. На Иисусе, скорее всего, была только нижняя одежда. И он не мог, будучи в этой нижней одежде, дать возможности Марии прикоснуться. Он должен был перед этим предстать перед Отцом своим небесным. ТВ-семинария – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект «Молитвы и финансы». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинари.com Иоанн делает несколько интересных добавлений. Когда он говорит, в первый день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Шимону, к Петру, и другому ученика, которого любил Иисус, и говорит им «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Еще один интересный момент. С точки зрения иудаизма того времени и вообще, как этого требовала Тора, женщина не могла быть свидетелем. В любом случае, женское свидетельство принималось в расчет только в том случае, если не было мужчин и в случае крайней необходимости. Поэтому, вообще-то говоря, если бы вся эта история была фальсифицирована, если бы ученики задумали показать эту историю, или вернее, если бы ученики задумали похитить Иисуса и засвидетельствовать об этом, то, естественно, для этой цели был бы выбран мужчина. Но у нас есть женщина, что еще раз говорит, что никто историю эту не подстраивал. Так оно и было, иначе быть, естественно, не могло. Итак, когда Петр приходит, выходит и другой ученик, прежде пришедший ко гробу, и увидел, и уверовал, ибо они еще не знали из Писания, что ему надлежит воскреснуть у мертвых. А Мария стояла у гроба и плакала, и когда плакала, наклонилась на гроб, и видит двух ангелов в белом одеянии, сидящих у одного у главы, и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И говорят ей, жена, что ты плачешь? Говорит им, унесли Господа моего, и я не знаю, где положили его. Сказав сие, она обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей, жена или женщина, что ты плачешь? Кого ищешь? Что ты плачешь и кого ты ищешь? Это те знаменитые слова, которые по сути своей должны быть сегодня у нас. С вами в сердце каждый раз, когда мы приходим в Иерусалим, прилетаем, приезжаем, ищем прикоснуться к святым местам. Здесь ли, в том месте, где он был похоронен, или в местах, где он ходил, или плита, на которой его омывали, да и множество других мест. Мы должны все знать, его нету в могиле. Он воскрес. Он воскрес для того, чтобы явиться снова своим ученикам, для того, чтобы в дальнейшем послать Святого Духа, который, я верю, живет в сердце сейчас у каждого из нас. Его здесь нет. Мы можем сколько угодно восторгаться красотой этих мест, стоять и думать, здесь прекрасно можно молиться. Но суть в следующем. Настоящий Иисус, живой Иисус, умер и воскрес для нашего оправдания. Чтобы мы сегодня могли превозносить его имя в Духе и Истине, в любом месте, где бы мы ни находили. А эти места, они напоминают нам о том, что было, но они напоминают нам о том, что он сказал в отношении того, что будет. И да будет благословенно его имя, как за его рождение, так и за его жизнь, за смерть и, конечно же, за воскресение. Да благословит вас Господь Бог. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Субтитры создавал DimaTorzok